Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики! Пришла я сегодня в музей под благодатным покровом, называется, галерея современного православного искусства. Картины тут выставлены Сергея Симакова. Это московский художник, который стал впоследствии игуменом Рафаилом. Служит у нас в церкви Архангела Никаила. Сергей Борисович Симаков родился в Москве 22 января 49 года. Семья Симаковых из девяти человек жила тогда в 30-метровой комнате коммунальной квартиры в Лучниковом переулке. В остальных комнатах жили еще пять таких же больших семей. Его отец Борис Дмитриевич был преподавателем и проректором в строительном возе. В 50-х годах, когда Сергею минуло 6 лет, семья оказалась в Томске, куда направили работать отца. Вскоре Сергея возвратили в Москву, где он учился в 312 школе и занимался скульптурой. В 60-м году он переехал в город Воронеж, где в инженерно-строительном институте работал проректором его отец. Здесь Сергей занимался в художественной студии офицеров и в 66-м году закончил 10-й класс средней школы с трудовым обучением в качестве художника-оформителя. Все эти годы он увлеченно и занимался живописью. После окончания школы Сергей стал учиться в Московском архитектурном институте, который окончил в 72-м году. Здесь он сдружился с разными людьми, познакомился с Леной, студенткой Мархи, ставшей впоследствии его супругой. Это были годы становления, поиска своего пути в искусство, в качестве. Эти поиски начались с обычного для многих живописцев увлечениям и импрессионизмом, а затем и сюрреализм. Необычным было то, что в манере сюрреализма художникам осмысливалась и осваивалась русская тема. После институтский период творчества художника связан с Комитетом московских художников и 20-кой, так и в обиходе называли организацией группы, в которые он входил. Их выставки, проходившие в выставочном зале на Малой Грузинской, представляли разные различные течения отечественной живописи, развивающиеся в ней рамок официального искусства. Эти годы были для Сергея Борисовича чрезвычайно плодотворны. С 1976 по 1986 год было создано около 300 работ, среди которых десятки масштабных произведений, не считая большого числа графических листов. В 1983 году Сергей Борисович покупает старый дом для летней мастерской в деревне Загайнова под Угличем. В трех километрах от деревни, в отдалении от жилья, на поляне, в глухом лесу, стоит церковь Михаила Архангела в Бару, которую они с женой стали посещать, помогать и отцу Иоанну, проводившему службу в почти пустом храме. Тогда же они крестились и обвенчались, правда в Москве. Эти события стали передовыми в жизни художника. Он становится православным живописцем, а истории святые церкви – главная тема его творчества. Вырабатывается и соответствующая манера письма, в которой иконная монументальность образов святых соединилась с объемным, полным света и теней окружения мягким и лирическим русским пейзажем. Масштабные, сложные по символике и философии работы художника объединяют в себе одновременные события истории церкви и жизни святых. Они детальны, повествовательны, как житейные иконы 17 века или поздние иконы, порсуны с событиями, где вокруг главного изображения или под ними размещались сцены эпизодов, закрывающих или поясняющих сюжет. В 1991 году Сергей Борисович был рукоположен в священнике. Они с Еленой Александровной покинули Москву и поселились в Москве дома в Загайнове. Он стал служить в церкви Михаила Архангела в бару, неся вместе с матушкой Еленой нелегкую ношу ведения благослужения в устройстве храма и сельского крестьянского труда, сочетая с этим занятием иконописью. За последние десятилетия его работы экспонировались на выставках в десятки городов страны, на ее просторах от Иркутска до Риги и Юрмалы. Его работы опубликованы в больших альбомах, посвященных русско-религиозной живописи, использованы в многочисленных изданиях в Русской Православной Церкви. «Правда не в картине, но в том, чего она касается, как бы след какой-то истины», написал в свое время организатор знаменитой группы 20 московских художников Игорь Снегур. Видимо, эту правду искал молодой выпускник архитектурного института тогда Сергей Симаков. «Малая грузинская в Москве и те самые знаменитости 20 московских художников – это не просто слова для него. На этой улице в подвале дома номер 28 прошло немало времени, когда Сергей Симаков писал сам и наблюдал за работой коллег-друзей. Нас в подвале показывали как зоопарк с улыбкой, вспоминает отец Рафаил за чашкой чая. Чтобы попасть в то время в союз художников, нужно было очень сильно постараться. На «Малой грузинской» объединили свободных художников, чтобы мы не слонялись по Москве и могли работать. В то время Сергей пишет много, особенно близкие сердцу картины его с женой Еленой решают оставлять себе. И тогда художник делает копии, откладывая оригиналы. Он обращается к христианским мотивам, в биокартинах появляются библейские герои-святые. Сергей Симаков расписывает стены в храмах, но большую часть времени работает в своем доме в мастерской под Угличем. Это они с женой постарались убежать из Москвы в тихую деревеньку Загайнова. Этот период, этот дом они приобрели в 1983 году. Суеты в Москве много было, с грустью говорит художник. «Да там я и жил на 14 этаже, а здесь в полутора метрах от земли, человеком себя чувствую. Нашли мы здесь себя, и церковь нужно было восстанавливать». В 2001 году в Ярославле в художественном музее проходила выставка картин Сергея Симакова. В это время художник сильно болел и перенес операцию. На выставке три картины стали мироточить. Удивительно, но факт мироточения продолжалось на выставке в Костроме. Многие картины от цара Фаила сейчас находятся в Угличском музее. Как только Сергей Симаков стал священником, то есть после этого он не написал ни одной светской картины. Теперь он пишет только иконы. Еще несколько интересных фактов в истории Сергея Симакова. Виниловый альбом Аллы Пугачевой, который был издан в 1982 году, оформлен тоже Сергеем Симаковым. Многие, наверное, его помнят. Когда он рисовал картины и жил под Угличем в деревне, он от выручки, продавая картины все, он всю выручку направлял на благоустройство храма, который был по соседству с ними. После смерти Елены, его супруги, в 2005 году, он познакомился с режиссером Алексеем Балабановым и очень с ним сдружился. И две картины, которые последние снимал Балабанов, это «Морфий». И я тоже хочу. Отец Рафаил принял участие. Сейчас он пишет повесть об Алексее Балабанове и говорит, что это был один из интереснейших и самобытных, плюс очень хороших режиссеров. Балабанов, к сожалению, не так давно умер. Он, говорит, был хотя младше меня на 10 лет. Он хотел снять фильм про гражданскую войну, про то, как убивали священников во время гражданской войны. Но Балабанову денег на это не дали. Поэтому сейчас вот протоирел Рафаил также остается жить на Углической земле, творит добро людям, служит в церкви, строит воскресенскую школу для детей, воскресную школу, отстроил колокольню. Ну и много-много, хоть и болеет, очень много, постоянно он делает операции, у него был рак, но старается нести добро людям. И каждое воскресенье к нему огромное количество паломников со всех близлежащих деревень, городов едут на его службу. Если будете в наших местах, обязательно посетите церковь Михаила Архангела, что в набору, и увидитесь с отцом Рафаилом. Патриор Ситриум, стойте, со пророки лейко стойте, со святыми торжествуйте, приведутся девы, ближнее я, после ты я, во святая святая. Это вот его домик, да. Вот этот? Да, где вот он так и проживает с 83-го года, он находится в 3-х метрах от храма, но храм ближе, а домик еще подальше, как бы, и там всего три домика. В этой деревне осталось, сарут и он, еще там, как бы, помощник батюшки, и 3-й домик, и батюшка, в общем-то, родители были, неблагополучные, он с малолетства воспитал Мишеньку, и сейчас Мишенька уже сам отец трех детей, и он тоже заканчивает Ярославский семинар, и он как бы батюшка его для себя. Ну, как бы, преемником, да? По преемникам, да. Ну, правильно, надо же кому-то церковь-то передавать. Да, да, да. Угу. Мишенька Мишенька Степан Разин В 17 веке при правлении великого царя Алексея Михайловича Романова происходят грандиозные стройки по всей Руси. При соединении ранее потерянной Малороссии, Киевской Руси, Грузинского царства, патриархом Никоном восстанавливается апостольский порядок богослужения, возвращается к постальным текстам, исправляя книги. И в то же время повсюду смута, раскол, неравенство, возникающее во всем, власть везде возвышается, а народ все больше проваливается в бездну нищеты. Шайки Степана Разина нагоняют страх не только на московского государя, но и на всю Европу, просвещенную. По всей стране Алексей Михайлович велит служить в храмах благодарственные молебны, только что изловили злодея, самолично следит за расследованием. Пушкин назвал Разина единственной поэтизированной личностью русской истории. Шукшин написал замечательную книгу и хотел злодея сыграть в кино. История многострадальной родины нашего соткана из парадоксов и над всем страдающий и милосердный бог. Вот это все в картине Степана Разина. Русь называют святой поле да лес да вода церковь над тихой рекой и два окон субтитры и два и два и два и два разрезал небо пополам закат погрянной полосою и над российской землею свет тихой славы славы сиял и над российской землей свет тихой славы сиял сметнулись к небу стаи птиц все громче голос колокольный проснулся в поле ветер воля и тихо травы полемить проснулся в поле ветер воля и тихо травы полемить тихо о чем-то тоску возле колодца ветла родиной землю другую мил не позволь как дали там где так озеро в лесу где штраф торжественно застыла и чудом всю в себя мистила небес закатную красу и И чудом всю в себя вместила Не беззакатную красу, А вот протоками туман, Как дым курится под водою, И между небом и землею Знак примирения белый храм, И между небом и землею Знак примирения белый храм Бьется к погосту дорог Звон колокольный затеян Молят усопшие по водам Там, в недоступных небесах За Русь свершается молитва И светлым облаком покрыто Россия все-таки жива И светлым облаком покрыто Россия все-таки жива Монастырь Михаила Архангела, что в оборон, был раньше деревянным. Во время польских захватчиков, это было в 1630-е годы, все монастыри разорялись, в том числе углические. И вот этот монастырь, он тоже был сожжен. Там скрывались 300 мирян со священниками, с егуменами. Так вот, их тоже убили все, вот эти польские захватчики. Они долго сражались, то есть в течение нескольких дней, но понятно, что силы были неравные, поэтому их всех убили. И сейчас есть братская могила, в которой похоронены все эти миряне, все свянослужители возле монастыря Михаила Архангела, что в оборон. Сыграй же русская земля, сыграй все рощи и долины, и в поле каждая пылина, святая Родина моя, и в поле каждая пылина, святая Родина моя. Субтитры создавал DimaTorzok «Свянослужители и миряне, принявшие подвиг исповедничества и мученичества за веру на алгорческой земле». То есть во время репрессий люди убивали тут. Пошли нам Господи терпенье в годину буйных мрачных дней сносить народное гоненье и пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать. Вот эта Ираида, которая в церкви Михаила Архангела служила, да? Да, 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 я читала ее историю. Тоже бедная женщина, Господи, ну вот за что, да? Столько лет она провела в этом... А на клику святых, да? Приход сохранила. Может быть, если бы не она, так может быть, да, и не было бы этого прихода. Все-таки сильная женщина. Терпеть позор и униженья, Христос спаситель, помоги. Владыка мира Бог, Вселенной благослови, Молитвой нас, И дай покой душе, Смиренной в невыносимый Смертный час. И у преддверия Могилы вдохни в устах Твоих рабов Нечеловеческие Смертный час. Смертный час. Молится кротко За граком. Нечеловеческие силы Молиться кротко за врагов Пошли нам, Господи, Терпение Антоний Римлянин, новгородский чудотворец. Сколько все-таки на земле нашей было чудотворцев. Да и сейчас есть, просто мы не знаем о них очень многих. Дружина Евпатия Калаврата. Где ж ты, кроткая, православная наша матушка? Русь широкая, меж сестер славян. Сестра главная, светолокудрая, синяокая. Пусть тебя ли нет, голубых морей, Вековых лесов, поднебесных гор? У тебя ли нет тучных нив степей, Городов и сел, бесселящих взор? Что ж стоишь в углу? Пригорюнилась в жалком рубище. Розь державная, бровью черною, Принахмурилась, обнищавшая и бесславная. Нет парчи цветной на твоих плечах, Нет венца царя на твоем челе. Грусть, тоска, печаль у тебя в очах. Ссор, бурьян, порос на твоей земле. И вещает Русь, Русь убогая. Люди добрые, чужие странные, Велика моя скорбь и многоя, Претерпела мук в дни желанные. Изменила я царю-батюшке, На гульбу пошла врагом званая. Я поверила в воле татюшке. Родалась врагу покаянная, Обобрал меня душегубец враг. Истерзал моё тело белое, Опоганил он мой родной очаг. Загубил моё войско смелое, Смолкла песня моя, Песня вольная. В дни кровавые, Непогожие, Не зовёт малова колокольная. Лёд молитвенный В церкви Божией. И когда б Господь Умудрил меня Отыскать моё Солнце красное, Я пошла б к нему Через моря огня, Чтоб узреть его Лицо ясное. И упала б я У царя в ногах, Перед ним склонясь Зирым голосом. И святой мальвой, И слезой в очах, Говорила б я Горьким голосом. Прости, батюшка, Царь мой родненький, Дочь распутную, Дочь разбулиную, За вину мою Грех мой подлинный, Да за речь мою Богохульную В мятежах боях Я вся измаялась, Наказал Господь Меня пленницу Во грехах своих Я покаялась, Прости, батюшка, Дочь изменницу. В грехах своих Я покаялась, Прости, батюшка, Дочь изменницу, Прости, батюшка, Дочь изменницу. Прости, батюшка, Дочь изменницу. Это портрет бывшего художника Сергея Симакова, ныне отца Рафаила. Посмотрите, какое доброе, одухотворенное лицо этого человека. Сколько он доброты Несет в мир, Сколько Своего служения Народу, Своим добром, Своей любовью. КОМЕЦКЕЙ НЕМАЦКИЙ НЕМАЦКИЙ の